Я постараюсь говорить как можно меньше, следовательно, если я что-то скажу, попытайся это перефразировать своими словами. Поехали дальше. Поехали. Поехали перешло в дырх. Дырхр стала дырх. Хорошо. И это ошибка. Дальше. Юдхиштхира стал юхиштхирой. И это тоже ошибка. Еще одна такая совсем примитивная ошибка. В слове родственников оказалось три буквы Н. Три буквы Н. То есть даже в устаревшем написании 1987 года вряд ли уместно три буквы Н. Да. То есть три буквы Н это достаточно много для такого слова. Хорошо. Значит, какие варианты у тех, кто занимается правкой текстов? Я просто для примера, то есть для понимания повторюсь, что в третьей книжке Махабхараты, после того, как мы с помощью программы «Методичка» проверяем, начинаем проверку, какое же количество слов у нас содержит орфографические ошибки с точки зрения ворда. Да, то есть фактически какое количество слов у нас является новым? Да, мы в результате получаем цифру 21 тысяча слов. При том, что всего слов около 210 тысяч. То есть каждое десятое слово у нас оказывается… Заимствованное. Заимствованное, да. То есть оказывается санскритизмом. Да, и тот, кто читает, он соответственно должен, каждое незнакомое слово он должен проверить. Да, он это может делать, конечно же, по бумажной книге, но гораздо быстрее это сделать по PDF, в котором есть возможность поиска. Да, я, собственно, сейчас покажу такой PDF с возможностью поиска, которым мы и пользуемся. Вот PDF по третьей книге. Ну, например, вводим слово «Ютхиштхира». То есть мы используем стандартный встроенный поиск, который работает даже не в Adobe Acrobat Pro, а в каком-то совершенно левом PDF Exchange Viewer. Да, это такой более простой PDF Viewer, он более быстрый и намного меньше места занимает. Да, тоже относится к бесплатному. Да, и вот возможность поиска будет работать в любом PDF-редакторе или PDF-вьювере. Да, вот, собственно, поиск слова «Ютхиштхира». Да, вы видите, что вот, и дальше щелкая на каждом таком найденном слове, мы в результате находим это слово в тексте. Да, если появляется какое-то новое слово, типа, ну вот, там «Тхришта дьюмна», да, «Тхришта дьюмна», да, то вот, собственно, мы можем проверить, действительно ли он в тексте «Тхришта дьюмна». Да, вот, в результате мы видим… Не просто в нашем оцифрованном вордовском файле, а в нашем скане бумажной книги. Да, то есть мы должны убедиться, именно, как бы, убедиться увидеть в книге, да, ну, либо в электронном варианте со сканированной книги. Ну, так как у нас нету большинства оригиналов книг на руках, то работаем мы с сканами. Да. Ну, вот, собственно, и… Но, тут есть некоторые сложности. Сложности состоят в том, что поиск проводится по тексту, который распознал файнридер, да, и файнридер туда же, получается, за слой картинки, он накладывает текст. Ну, то есть, на самом деле, мы не можем быть уверены, что тот слой тоже не содержит ошибки. Да, то есть получается, что текстовый слой, который наложен за картинкой, он тоже содержит ошибки. И получается, что часто, то есть, слово, которое присутствует в тексте, мы его можем здесь не найти. Поэтому приходится искать какие-то близлежащие слова для того, чтобы найти именно это слово и проверить, есть оно или нет. Ну, или какой-то обрубок этого слова. Да. Да. Ну, вот, PDF с возможностью поиска, да, то есть, это вот такой важный элемент в нашей работе, то есть, им приходится пользоваться. Для чего? Для того, чтобы выяснить, есть ли такое слово в тексте. Ну, это инструмент для разрешения сомнения, каждое слово в нём проверять не надо. Да. Так. Хорошо. Дальше. Как мы сказали уже, часть ошибок – это ошибки распознавания. Так вот, если внимательно отнестись к разбору ошибок распознавания, то их можно разделить на однотипные, на однотипные и в результате разделить на группы. Да, вот у нас один из чтецов являлся программистом. И является. И является. И он, собственно, смог распределить все эти ошибки. И в результате мы запрограммировали эти ошибки в регулярные выражения, которые, с помощью которых можно уже находить подобные ошибки в других книгах. Да, делалось всё на примере третьей книги, но может использоваться в дальнейшем для других книг. Более того, Анатолий, я скажу, я читал сейчас Камасутру и скажу, что если бы там были бы эти регулярки, то те десятки, десятки опечаток, которые я вижу в Камасутре, они легко были бы исправлены. Да, то есть это очень полезный инструмент, который может использоваться для правки... Любого русскоязычного текста, распознанного через Abifine Reader. Да. Ну, примеры таких ошибок, да, то есть недопустимые символы. Латинские буквы, одиночные кавычки, двойные кавычки, две запятые подряд, какие-то символы, мусор распознавания, назовём их так, лишние пробелы. То есть, вот всё, что ты перечислил, это невозможные сочетания. В нормальном тексте так не бывает, да? То есть мы идём от обратного. Чего не бывает? Да, чего не бывает в нормальном тексте, да. Дальше, ошибки, связанные с кавычками, то есть неправильное положение кавычек. Дальше, ошибки, связанные с неправильным распознаванием определённых букв. Букв, пунктуация, ну и букв часто вот в одна, двух, трёх буквенных словах в основном. Да. Ну, я перечислю сначала все ошибки, а потом покажу на примере, как это делается. Просто перечислять не надо, какие буквы путаются между собой. Нет, буквы я не буду, да, тут очень много. Буква П и Н, это чаще всего. Дальше, буква И тоже может распознаваться как П. Иногда, вот мы видели, буква Н распознаётся как В. Ну, и так сотни раз на самом деле, сотни. Огромное количество раз. Дальше. Лишние пробелы перед знаками припинания. Дальше. Я предлагаю закрыть слева навигацию и зазумить, потому что не видно. Крестиком закрыть навигацию. Немножко может быть даже зазумить ещё. Ну, хорошо. Так, дальше. Ну, не будем как бы слишком много как бы уделять внимание этому, да. Но тут ещё просто несколько стоящих больших букв рядом. Да, большая буква затесавшаяся среди маленьких букв. Ну, вот, собственно, такие моменты. Да, я сейчас покажу просто на примере третьей книги, как можно пользоваться регуляркой для поиска таких ошибок. Ну, вот, например. Значит, регулярки у нас сделаны для программы OpenOffice. Аналог Варда. Да, бесплатный аналог Варда, довольно качественный. Значит, вот, собственно, мы вводим такое регулярное выражение и начинаем поиск. Да, здесь, ну, вначале могут как бы быть варианты, ну, когда так называемое ложное срабатывание наблюдается. Ну, собственно, дальше смотрите. Вот сразу видим. Он вошёл в воды ранги. То есть, Г распозналось как Р. Дальше. Лунного дома и Нарвана. Да, сразу же возникает вопрос. Нарвана – это то самое, что нам нужно или нет? Да, вот слово, как бы, ну, мы не знаем, что это слово и какое слово за ним может стоять. Поэтому нужно искать его в тексте, поскольку в тексте само слово здесь оказалось неправильным, в тексте оно тоже может быть неправильным, да, в PDF. Поэтому мы ищем по близлежащим словам. Ну, то есть, надёжнее искать по простым словам рядом, простым русским словам. Да, собственно, выбираем простые русские слова Лунного дома и… Да, и оказывается, что… Сейчас, секундочку. Что это даже не Нирвана. Да, что там Парвана. Вот. Там, оказывается, Парвана. И идёт, собственно, объяснение Парвана. То есть, в астрологический благоприятный момент по лунному календарю. Да. Ну, собственно, можно продолжать дальше в таком же духе. Отдельно стоящее Па – это всегда ошибка, то есть, именно в текстах Махабхарат. То есть, у нас речь не про оперный Па, а в Махабхарате, то есть, это нелегальное сочетание букв. Нелегальное, да, всегда это на, но заменять мы, то есть, меняем мы это всё в ручном режиме, то есть, в автоматическом находим, в ручном меняем. Это полуавтоматический режим. Это не совсем ручной режим, это полуавтоматический. Да. Дальше. Карпы вместо карны. Да. Го вместо то. Пи вместо ни и так далее. Таким способом мы смотрим на те узкие места, где чаще всего наибольшее количество перепутанных букв, графически похожих на друг друга. Графически похожих на друг друга. То есть, В, Виктор, Н, Николай, И, Игорь, они в плохой печати, при среднем качестве скани, взаимозаменяемы. Да, да. Ну, вот об автоматизации мы немного рассказали. Дальше. Дальше, следующий момент. Как можно, собственно, упростить работу проверяющего, поскольку мы видим, что ему придётся, если он текст читает первый раз и с именами не знаком, ему практически каждое имя придётся проверять по словарю. Что, в общем-то, достаточно неудобно. То есть, по указателю, да, либо по комментариям, либо по словарю терминов. Поэтому есть возможность упростить его работу таким образом, чтобы вначале взять все слова. Собственно, у нас есть инструмент, который называется методичка, который позволяет извлечь все слова, которые не прошли проверку орфографии в отдельный список. Здесь приведён такой небольшой пример этого списка. То есть, мы используем частотность как критерии верности слова. Да, получается, что все слова, которые встречаются достаточно большое количество раз, на практике это, скорее всего, даже три раза достаточно для того, чтобы... То есть, вряд ли при распознавании одно и то же, ну, хотя возможно, чтобы одно и то же слово три раза распознавалось по-другому. Мы не говорим, возможно или нет, мы рассуждаем вероятностями. Маловероятно, что трижды будет допущена та же ошибка. Это маловероятно. Да, и получается, но есть здесь два варианта. Есть вариант взять и пройтись по всем словам и проверить их в PDF. То есть, это будет гораздо быстрее, чем за каждым словом, то есть, каждое слово смотреть отдельно. То есть, мы берём список, садимся и проходим по списку, каждое слово находим. Тогда, конечно, вероятность ошибок будет минимальна, хотя тоже глазами можно что-то не заметить. Есть вариант быстрее это сделать. Можно взять, допустим, те слова, которые встречаются там больше трёх либо пяти раз, и сразу же внести их в словарь. Остальные слова всё равно придётся проверить по PDF. И в результате мы найдём слова, которые являются явными опечатками, которые нужно будет исправить, и слова, которые не являются опечатками, но это новые слова, которые мы можем занести в слова Махабхараты и выдавать тем, кто читает. То есть, если это слово не будет выделено в тексте, как орфографически неверное, как содержащее орфографическую ошибку. То, соответственно, это слово можно не проверять по словарю. И это существенно ускорит чтение этого текста. Так как каждое 25-е слово – это заимствование. Да. Вот. Хорошо. Дальше я приведу пример некоторых ошибок распознавания. Например, у нас есть такое вообще в третьей книжке. Нашёлся абзац, в котором присутствовало сразу пять ошибок распознавания. Пять ошибок распознавания, но при этом эти вновь образованные слова с точки зрения русского языка не содержали ошибок. Они не увязывались вместе, но как отдельно взятые слова с точки зрения алгоритма проверки орфографии, они не вызвали никаких нареканий. Да. То есть с точки зрения… То есть это были нормальные русские слова. Давайте я прочитаю. Значит, я сокрушал гордыню врагов и родила чести друзей. А теперь друзьям я причиняю торе вместо горе и доставляю радость недругам. Что я скажу владыке людей Дхритараштре, когда вернусь в город слона? Пхишма, дров, дрова, фактически, вместо дрона, и сын Дроны, Крипа, Ведура и Санджая, Бахлика и Самодата и другие, которых дочитают старейшие, дочитают вместо почитают, брахманы и достойнейшие из тех, что живут ремеслом, а также те, чьи образ жизни свидетельствуют о безразличии к мирским делам, что они скажут мне и что я им отвечу? Я, который стоял на голове у врага, напирая ногой его грудь, напирая вместо попирая, теперь по своей вине лишился всего этого. Что я скажу им? Неправедным таким, как я, который достигнул успеха, здания вместо знания и власти, не в меру возгордились, не суждено долго пользоваться этими благами. То есть, получается, с точки зрения варда здесь нету лажи? Да, здесь с точки зрения проверки орфографии всё идеально. Но смысла нету? Но со смыслом большие проблемы. Да, ну и вот ещё интересный такой пример ошибок распознавания. Калинга – это указатель. Калинга – страна, географический указатель. Калинди – река, а Калинги – народность. И при этом Калинги – это тоже опечатка, да? Нет, это просто пробел. Калинги – оно должно быть. Калинги. Одним словом, да, и без больших остальных букв. Ну, в смысле, я пытаюсь понять в третьем случае. У нас есть опечатка в третьем? А, в Калинги – нету. То есть, есть Калинги, а есть Калинги. Хорошо, дальше. Дальше я покажу некоторые примеры ошибок в книге. Да, собственно, ошибки в книге, они были выявлены, вот, собственно, по алгоритму, который я рассказал здесь. То есть, мы вначале выводим весь список слов, который для данной книги не прошёл проверку орфографии. И потом мы слова проверяем по книге, собственно, по PDF, в котором есть возможность поиска. Да, значит, ну вот, Юхиштхиры, да, вместо Юхиштхиры. Дальше, Пхарадважди вместо Пхарадваджи. Ну, то есть, местами переставлены буквы. Да, и вместо И – И. А, нет, всё правильно, просто поменены местами, да. Дальше, смотрите, птица Шарангака, да, вот даже буквально в одном предложении, обернувшись птицей Шарангакой, он сочетался с самкой Шарангакой по имени и так далее. Да, оказывается, а в указателе это не Шарангака, а Шарангака. Да, вот, собственно, когда… То есть, лишняя буква, да? Да, буква А лишняя. Да, ну и, собственно, часто, опять же, есть ошибки, которые связаны с удвоением. Например, Кришновену должно быть с двумя Н, Кукуры должно быть с двумя К, Уджанака с двумя Д, Сатва с двумя Т. Да, и чтецы, такие ошибки в своё время, а это было ещё, ну, не помню, какое-то год, но… На заре, на заре, да, в прошлом веке не выявили эту ошибку. Хорошо. Так, дальше. Дальше есть ошибки, которые… Ну, то есть, нельзя понять вообще, ошибки это или не ошибки, пока мы не сопоставим это с санскритским оригиналом. И сейчас… Ну, то есть, мы как бы просто их собираем, пока это не сопоставлено, мы ничего ответить не можем. Да, например, в книге Восьмой есть Брахма-ненавистники и есть Брахма-ненавистники. Да, то есть, это буквально там, они находятся близко друг к другу, одна на странице 88, другая на странице 86. Что подозрительно. Да, подозрительно действительно, да, можно склониться как бы… Ну, то есть, скорее всего, это какая-то одна из… Да, и скорее всего, это Брахма-ненавистники. Да, но в любом случае придётся смотреть оригинал и разбираться. Дальше. Дальше очень интересно. Ну, а это получается то, что может выявить уже только человек, получается. Да, но просто на этапе, опять же, на этапе, когда мы смотрим эти слова, да, мы как бы получаем и то, и то слово, и мы в результате, то есть, нас заставляет… Ну, ты имеешь в виду, смотрим эти слова как нестандартные русские слова, и они в любом случае выделены, и когда мы видим два очень длинных, нестандартных русских слова, которые отличаются незначительным количеством «перестановка букв», то это вызывает у нас вопрос у человека. Да. Следующий пример, очень интересный. Я почему-то сразу посчитал его ошибкой, но потом, когда начал присматриваться, понял, что… Ну, по крайней мере, разбираться, понял, что это не ошибка. Выслушав эту речь, боги с шакрой во главе, предстательствуемые брахмой обратились в поисках защиты к имеющему знаком быка. Имеющему знаком быка — это кшиви. Да, вот слово «предстательствуемые». Да, то есть я как бы слово устаревшее, и я этого слова в своей жизни не встречал до этого. Да, ну, собственно, когда я это слово начал проверять, оказалось, что оно есть в толковых словарях. Например, в толковом словаре «даля» это означает «представать», в толковом словаре «ефремовой» «заступаться», «покровительствовать», а в малом академическом словаре «заступаться», «ходотайствовать». Да, ну вот, но слово устаревшее, да, не ошибка, но, как бы, когда мы читаем... Но, тем не менее, получается, нужно наше внимание дополнительное, то есть есть, как бы, незначительный список устаревших слов. Да, нужно понимать, что... Ну, да, вообще первая книжка Махабхара переводилась ещё раньше, да, вышла в 50-м году. Да, переводилась в 40-е годы 19-го века. Да. Поэтому для нас эти слова устаревшие, тогда это были вполне нормальные слова. Что ещё интересного? Да, дальше я хотел бы привести пример использования корпуса санскрита. Ну, в частности, мы здесь использовали, просто искали фрагмент текста в корпусе Оливера, в диджитал корпусе в санскрит. Почему мы его стали искать? Почему мы его стали искать, да. Один из чтецов, прочитав текст пятой книги... Обиделся. Обиделся, расстроился и вообще оказался в непонятке. Да, я прочитаю, собственно, фрагмент, который вызвал много вопросов. Тот, кто поджигает дом или даёт яд, кто живёт за счёт внебрачного сына замужней женщины или продаёт сому. То есть речь явно идёт как бы о каких-то преступниках. Дальше идёт изготовитель стрел и астролог. Дальше. Тот, кто изменяет друзьям или соблазняет чужих жён, кто уничтожает зародыш или оскверняет ложи своего учителя. Дважды рождённый, который пьёт хмельные напитки. Достаточно. Ну и т.д. И эти все приравниваются к убийцам брахманов. То есть как бы тяжкий грех. Получается, что астролог, будучи астрологом, совершает тяжкий грех. Да. И закономерно возникает вопрос. Например, изготовитель стрел, ну неужели это так страшно? Да, ведь стрелы потом используются в битве, да, и для защиты государств, да, наверное, и астролог. Ну вот астрологи же мы знаем, типа текстом Махабхараты, что астрологи были весьма уважаемые, они как бы приглашались, назначали, ну во-первых, там назначали даты определенных событий, там свадеб или пунж и так далее. Цари их почитали. Да, то есть это были почитаемые люди. И вдруг астролог, да. Так как мы знаем, что Кальянов злоупотреблял английским переводом Гангули, сперва мы открыли его. Да, мы решили посмотреть перевод Гангули, и в нём оказалось, что, ну собственно, с которым сверялся Кальянов, да, мы увидели, что там один к одному. Один к одному, да. Изготовитель стрел и астролог. Дальше у нас закономерно возник вопрос, ну нужно же посмотреть оригинал и увидеть, кто же этот, собственно, изготовитель стрел и астролог. Да. Ну вот, собственно, в... То есть, собственно, здесь приведён пример, для чего нужно иметь не просто корпус переводов Махабхараты, а параллельный корпус санскритско-русский, чтобы выявлять какие-то нестыковки в том числе. Да, поэтому есть, да, если бы мы имели уже сопоставленный санскритский вариант и русский, да, мы бы это сделали гораздо быстрее, но, по крайней мере, мы видим, что это пятая книга, 35-я глава, и вот такие это шлоки, да, соответственно, мы понимаем, где приблизительно искать, мы открываем в Digital Corpus of Sanskrit, открываем, я могу даже показать, как это мы делали, да, заходим в Digital Corpus of Sanskrit. Нет, нет необходимости. Не надо, да? Мы надолго сейчас уйдём туда. Это отдельная тема, как пользоваться санскритским корпусом. Да, ну вот, собственно, бегло показано, возвращаемся назад, и, собственно, мы видим, что согласно толкованиям Мония Вильямса, изготовление стрел и астрология, это не единственно возможные варианты перевода этих слов. Да, то есть мы видим, что у нас астролог, это у нас сучин, да, и по Мония Вильямсу сучин, ну, собственно, основные значения – это шпион, да, ну, то есть фактически, ну, как бы, некое качество, которое, смотрите, которое совпадает дальше с, то есть, кто изменяет друзьям… Которое вписывается в этот ряд. Да, вписывается в контекст. Смотрите, изменяет друзьям, да, да, как бы шпион фактически тоже занимается, как бы, под подобными вещами. И дальше, собственно, изготовитель стрел, изготовитель стрел – парвокара. А вот с изготовителем стрел здесь два значения, которые, вот, они очень не похожи друг на друга. Изготовитель стрел – making arrows, а второе значение – putting on a foreign dress, то есть, носящий иностранные одежды, да. По крайней мере, у меня возникла и такая идея, что носящий иностранные одежды – это может быть вообще в переносном смысле и фактически означающие, ну, то есть, человека, фактически того же шпиона, да, или человека, который работает на другую страну, предателя фактически. Да, то есть, работает, ну, или… Ну, фактически, да, то есть, живёт в этой стране, а работает на другую страну. То есть, и… Иностранный агент. То есть, носящий иностранные одежды, да. Ну, это как предположение. Ну, это предположение основано на комментарии Нила Канхи, и оно более логично в этой веренице значения, которые окружают это место. Контекст подсказывает, что астролог вряд ли такая сволочь. Да, и мы, скорее всего, вот глядя на это, пока предварительно, да, ещё не окончательно, можем вынести оправдательный приговор изготовителям стрел и астрологам. Да, хорошо. Что ещё у нас есть? Ну, пока всё. Да, прекрасно. Я считаю, что на сегодня более чем достаточно. То есть, мы видим, что компьютер даёт возможность автоматизировать многое, но не всё. И человеческая внимательность как качество не теряет своей значимости. Да, да. Буквально два слова, Анатолий. Что бы ты ещё хотел сказать после тяжёлых месяцев работы по руководству вычиткой Махабхараты? Ну, я, во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто в этом участвует. У нас уже сформировалась, ну, как по мне, то достаточно хорошая и продуктивная команда. Это больше 20 человек, которые... Добровольцы. Добровольцы, да. которые добровольцы и очень плодотворно занимаются проверкой текстов. То есть, мы фактически уже... Ну, то есть, у нас близко к завершению 4-5 книг. То есть, это ещё не финальная стадия, но мы, как бы, уже имеем достаточно хорошие варианты этих книг с небольшим количеством ошибок. Это какие книги? Это третья, первая, девятая, десятая, одиннадцатая книги. Махабхараты. Махабхараты, да. Дальше хотел бы сказать, что... Ну, то есть, у нас есть надежда, что кто-то из тех, кто сейчас плодотворно этим занимается, сможет ещё и более плодотворно это делать с применением вот всех... всех, как бы, компьютерных методов, которые... Всех, всех наработок, чтобы вот... Чтобы наработками умел пользоваться не только ты, да... Да, желательно, чтобы больше людей умели пользоваться вот всеми наработками, которые у нас есть, и тогда мы сможем... Тогда мы сможем более продуктивно использовать человеческий труд, человеческое время. Да, да. Ну, вот, собственно, так, вкратце. По-моему, прекрасно. Спасибо огромное. И если будет возможность, мы встретимся и продолжим наш разговор о Махабхарате в этом... 2020 году. Да. Надеюсь. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...